Здарова! Недавно я писал на своём канале, а также в ТГ, то что я немножечко устал. У меня наступил тильт, из-за этого у меня не получалось сделать ни один ролик, ни сделать стрим. Ну, просто не было настроения. Так вот, тильт никуда не ушёл, но у меня появился материал, не нарезать, который не выпустить на канал, я не могу себе позволить. Это очень классная штука, возможно, это будут ситуации спорные, возможно, я буду где-то неправ, но мне кажется, там всё и так очевидно. Это всё те же будни администратора, но я всё чаще и чаще захожу на РП-профессии, чтобы там искать нарушителей и потом оперативно их наказывать. В этом ролике будут наказаны все от мала до велика. Обычные игроки, быдло, свиноты, долбоёбы, а также наборный администратор, который решил себя разджайлить. Меньше слов, больше дела. IP-группа сервера, а также промокод на мухусранской РП вы найдёте в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно говорить, что я вас закупил. Я ж говорю, я тут работаю как бы. Завязываю с ним РП-диалог, в ходе которого можно будет перейти к слэш-ми или же слэш-ролл. В моей голове это выглядело примерно так, что он у меня спрашивает, где я работаю, и начинаю ему объяснять нормально то, что я, например, ловлю и фиксирую на камеру тех, кто нарушает ПДД. Потом я кидаю ролл, даю удостоверение через ми, кидаю ролл на то, что удостоверение действительное, и он меня, может быть, отпускает, если ролл играет в мою сторону. Да, я хочу избежать тюрьмы. Да, это нормально. Но ненормально было бы, если бы я просто от него побежал сломя голову, или же начал отстреливаться от человека, который наставил на меня оружие. Я его, наоборот, подтягиваю к РП-процессу, который он игнорирует, а это является нарушением правила игнор-РП. Ну да, представьте себе, РП-диалог имеет свойство всё-таки перетекать в какие-либо РП-команды. Слэш ми, слэш ду, слэш ролл и так далее. У меня приказ. Что это, блядь, было? 3.8, игнор-РП. Я с ним, сука, РП-диалог веду, он меня берёт, блядь, сажает. Отдыхай. Депил, блядь. Что ты, блядь, не понял? Ага. Ха-ха-ха, нихуя себе спасибо, блядь. Ха-ха-ха-ха, охуеть, блядь. Пиздец. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А как мне объяснить, как я вообще, ну, из тюрьмы вышел, как я сбежал, ну, типа, меня ударили палкой, я вылетел нахуй с тюрьмы. Ха-ха-ха-ха-ха, сука. Одна ситуация охуительная и другой. А можно спросить, а за что... Что вы заджалили человека по статье 3.8? Без разбирательства, без ничего. Игнор-РП. Ну, вы, вы понимаете то, что вы, как бы, должны на админбазу тпкнуть человека? Только через это разбирать. Я пытался завести диалог. Без разбирательства на админбазе, за админбазу, не можете жалить просто так человека. Вы купили донат, правильно? Не, не, не купил. Я, можно объясню? Вы, да, давайте. Зайдите в дискорд канал, любой. А тут, не, не вариант. Не вариант здесь. Я просто, это долгое время не займет. Время просто тратить, заходить в дискорд. Вот. Зайдите в дискорд канал. А что мне нужно было сделать? Что мне нужно было сделать? Сюда тпкнуться на админбазу и разбирать жалобу здесь. Какую жалобу? Объяснить нарушение человеку. Какую жалобу? Разобрали без... Вы разобрали сейчас жалобу вне админбазе. Вы нарушили... Я не разбирал никакую жалобу. Вы зажалили человека, значит, вы разобрали жалобу. Какую жалобу? Я не разбирал никакую жалобу, не подавал, не принимал. Я увидел нарушение и за это наказал человека. Вот и все. Вы не имеете права... Вы не имеете права зажалить без админпрохода. Вы, понимаете? Вы должны админпроход взять для этого. В этот момент я не играю на дурачка, поскольку этот человек следит за администрацией и, если что, корректирует их работу. В данный момент он этим и занимается. Тут он нашел у меня недочет в работе и как раз мне объясняет, что мне лучше делать в будущем, но, естественно, даст мне там то ли выговор, то ли предупреждение какое-то. Окей, я с этим нисколько не спорю, но что будет дальше, немного меня не устраивает. Он разжаливает того чела, которого я наказал за дело, и потом я все-таки подаю на него жалобу, на того чела, который нарушил игнор РП. Он ее разбирает и говорит то, что нарушения не было никакого выявлено. Он посмотрел его демку и как бы все. А что-то объяснять ему смысла как такового нету. Ну, в общем, смотрите сами. А почему ты его разжалил? У него же нарушение. Потому что я его разжалил, потому что ты производил все эти действия без админбазы. Понимаешь? Ну, у него-то нарушение в любом случае есть. У нас есть правило. Я тебе еще разговариваю. Вы должны для этого заходить на админпрофу и... Я не могу на админпрофу зайти, если меня заарестили. Как я тебе возьму админпрофу? Я в тюрьме нахожусь. Он меня слушать уже не хочет. Почему не хочет? Почему не хочет? Я тебя слушаю. Я тебе просто объясняю, почему не хочет. Если ты находишь какое-то нарушение, ты берешь РП... Ну, я не глухой. Я услышал. Только ты зачем человеку, который нарушил правило, берешь и разжаливаешь? Я могу жалобу подать, либо после того, как отсижу срок, потому что ты... Я возьму опять админпрофу и опять забаню его. И за то, что самое нарушил. Но я его обратно разжаливаюсь. Теперь я сниму админку тогда. Ты сейчас разговариваешь с заместителем менеджера проекта. Я очень рад. Только я тебе еще раз говорю. Чего нарушил правила? А ты нарушил правила администратора. Ну, я тебе сказал, я буду дальше делать так, как нужно по правилам. Брать админпрофессию и наказывать людей конкретно через админзону. Все. Почему вот эти раскачки ты разговариваешь с кем-то, с тем-то я не понимаю. Но тебе говорю факт, то, что ты человека, который нарушил правила, взял, спокойно отпустил. Меня напряг тупо за то, что я не взял какую-то профессию. И сейчас начинаешь напрягать, типа, эти я не хочу слушать. Я говорю, без проблем. Если нужно брать профессию админом, я не возражаю нисколько. Только челу обратно верни. Короче говоря. Обратно челу верни наказание, которое он заслужил. Зайди. Нет. 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 То есть он не нарушил по-твоему ничего. Ты должен был сюда, либо админопорфу. Ну, в итоге, что он невиновен выходит? Я другой вопрос тебе задаю. Значит, невиновен. Почему не виновен? Либо у тебя должна демонстрация экрана его нарушение. Мы можем его сейчас степнуть. У нас есть такое... Подожди. У нас есть такое правило. Если нет демонстрации экрана, то недостаточно доказательств. А никто не говорил, что у меня нету чего-либо? Я говорю, я могу его сейчас степнуть, и мы можем с ним разобраться вместе с тобой. Ты не можешь сейчас степнуть. Ты в РП-профе находишься. Без проблем я возьму сейчас профессию администратора. Так тебя устроит? Да иди. Ты в тот момент проигнорировал наш диалог, когда ты спрашивал, почему я не дома во время Камчаса. Говорю, я работаю здесь, я думал тебе предоставить якобы ложную лицензию, завязать этот РП-диалог, через МИ, через РОЛ и все такое, чтобы вышло так, будто я какой-то госслужащий под прикрытием, и ты меня отпустил. Ну или, может, даже не отпустил. Может, ты бы в конце, там, РОЛ бы выпал в твою сторону. Ты-то проигнорировал. Я тебе за это выдал игнор РП. Посмотрев демку, я не увидел игнор РП. Я тоже не увидел. Я никакого... никакого игнор РП не увидел. Но раз не увидел, то не увидел. Я ни к чему не призываю. Я, возможно, тоже могу быть неправ. Но, окей. Я как бы не мог не показать эту ситуацию. А теперь смотрим дальше. Дубль три. Так. Здравствуйте. А вы же тут делаете? Здравствуйте. А, постойте. Инкомендация сейчас уже дает больше... почти пяти минут. Я думаю, здесь отсидеться можно во время инкомендации. Не-не-не, нельзя, нельзя. Давайте к стене. Да, конечно. Вот. Ну, причину, думаю, вы сами понимаете. Инкомендация сейчас. Тысяча восемьсот. ПП Витязь. Ой, какая классная пушечка. Мне она реально нравится. Очень. В одной очень классной игре я им пользовался на постоянке почти. Добрый день из машины выйдете. Добрый день, да. Пассажир из машины. Побесом к стене. Я могу ездить. Пожалуйста. Я работаю. И не разрешено. Кто работник? Документы. Документы. Есть документы. Во время беседы с полицейским он берет, садится в машину и уезжает. На этом скрине прекрасно это видно. Немного позже он появится каким-то сказочным образом позади автомобиля. Я так и не понял каким. И не разрешено. Куда ты в машину сейчас идешь? Мы не закончили. Стой. Окей. Блядь, дебилы совсем, сука. Я что, не с ними разговариваю? Или что, блядь? Я не по-русски объясняю. Сука, просто встань документы, покажи. Если ты в маскировке какой-нибудь там гос стоишь, я тебя не трону. Ни слова, блядь, я не скажу. Какого хуя? Нет, он вообще хуй забил на то, что я просто его опрашиваю. Прошу встать лицом к нему, он берет, убегает, садится раз в машину, садится два в машину. Сидит она, спавнит, долбоеба кусок. Я херею, что за дебилы, сука. Домой зайдите, пожалуйста, обратно. Остановись. Сюда встань. Ты будешь задержан за то, что я не дома во время камчаса. Привет. К стене. К стене. Я сейчас стрелять буду, чел. Раз. Два. Два. Блядь. Еблан. Просто долбоеб. Вот, ну, сука, конченый. Это, блядь, сложно. Или, или что? В чем нахуй проблема? Бла. Привет. У тебя нарушена фир РП. Ну, я забежал за дверь до того, как ты сказал стоять. Я не ебет, куда ты забежал. Тебе сказано было стать лицом к стене. Весь. Маш сейчас... Ладно, виноват. После сообщения, ладно, виноват, я даю ему наказание. И немного погодя, он пишет мне в чат о том, что я обиженный. Заебись. В чем логика, сука, у этих дебилов, я не понимаю. Отдыхаем. Донецкая продвижка. Весна опять пришла. Вот тут начинается пиздец. Как видите, я держу оружие на предохранителе и спокойно иду в сторону сцены. Обратите внимание на двух челов, которые стоят возле машины скорой помощи. Они смотрят в мою сторону и видят то, что я не стрелял по машинам. Соответственно, любой их выпад в мою сторону о том, то, что якобы зачем ты стрелял по машинам, просто ложь и пиздеж. А вот тут чел решил методично до меня докопаться. Вы зачем стреляли, офицер? Что, мной? У вас с головой проблема? Зачем стрелять? Не понял. Вот тут что меня не стрелили. Не понял. У вас с головой проблема. Ты как разговариваешь? Ты как разговариваешь? Так вы по мне стреляли? По тебе не стрелял никто шизоид. Нет. Только что я стрелял. По тебе не стрелял никто шизоид. Ты говорю, ты как с офицером разговариваешь? Только что ты сейчас подошел ко мне и начал разговаривать в непозволительном тоне. Я тебя спрашиваю, ты как разговариваешь? Подождите, подождите. Я не буду тебе показывать какие документы. Документы, подожди. Че нахуй? Подождите, подождите. Да не буду тебе ничего показывать. Я тебе не буду ничего показывать. ты подошел до меня докопался я хочу уволить тебя причина некомпетентность дебил блять совсем он думает а что можно подписать некомпетентность и вот так вот спокойно расхидываться дэмолтами серьезно привет я узнать хотел причину конкретную дэмолта ты мне можешь ее описать причина дэмолта была написана по-другому это было написано некомпетентность я вижу а в чем она проявляется в том что ты подбегаешь к полицейскому и разговариваешь с чего он не делал непонятно зачем просишь у него документы смотри смотри я честно честно скажу я тебе сейчас ничего я тебе ничего объяснять не буду если у тебя есть вопросы задавал подавай жалобу если ты считаешь смысле объяснять я у тебя интересуюсь я тебя для этого взял в админ в админ зону и спрашиваю у тебя в чем дело в чем именно некомпетентность ты мне даже не прилетел не спросил нет как у терпы процесс ты можешь до людей закапывать или форсировал выпал и все он у меня мог быть ты должен у тебя нет рп процесса я сам и что когда кто-то телепортирует мне по боку кто-то модератор не модератор я вопрос задал нормально объясни причину дэмолта сейчас я не понимаю я понимаешь тебе все ты не можешь мне сейчас это сказать просто зачем мне подавать жалоб может я реально был неправ в чем-то могу и я допустил какую-то ошибку давай ну ты мне скажи в чем некомпетентность то я тебе подал подал жалобу я сейчас даму по причине некомпетентности но в чем некомпетентность то проявляется ну ты нарушил полицейский протокол но какое праве полицейский протокол скажу каждый предоставить по просьбе граждане на документы ты прямо рассказал покажет свои документы, а ты говоришь, не буду эти ничего показывать. Вот я тебя уволил за некомпетентность. Серьезно? Ты вот так вот каждому полицейскому подбегаешь, просишь документы просить? А, нет, ну ты, смотри, ты начал до меня докопаться. Смотри, ты начал до меня докопаться. Ровно с этого момента я понял, что имею дело с наглухо отбитым долбоебом, который к тому же еще является модератором. Сначала он попытался перевернуть суть истории, мол, это я до него первый докопался, хотя у меня на демке прекрасно, видно, что я просто шел по своим делам. Затем он решил сам до меня докопаться, когда я шел и ни с кем не контактировал, то есть я реально просто шел молча и ничего не делал, кроме того, как шел. Ну да, он попросил показать документы, но изначально как он вообще подошел и завязал диалог? Он подходит, начинает кричать, все ли нормально у меня с головой. Я думаю, любой другой на моем месте просто скажет, типа, иди нахуй отсюда, кому ты вообще сейчас что-то пытаешься предъявить. То есть, типа, смотрите ситуацию, ведет себя как свинья, он сперва, начиная вот так вот диалог, докапывается он сам до полицейского на ровном месте, видя то, что полицейский ничего не делал, а за некомпетентность все-таки улетаю я с профессии, и где логика, непонятно. Я начал разыгрывать ситуацию, что у меня там в следственном комитете есть, типа... Я до тебя не начал докапываться. Не я до тебя начал докапываться, зачем ты переначиваешь? Хорошо, допустим, я докапался, потому что потому что, смотри, хорошо, 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 хорошо. То есть, по мне выстрелили, мне говорит группа, которая рядом со мной стоят, это вот тот мент, и показывает на тебя. Я... Так по тебе никто не стрелял. И начинаю говорить, ты что, ну и зачем ты по мне стреляешь? Это адекватная реакция человека, по которому только что стреляли. Но подойти к рандомному человеку это нормальная вообще реакция, да? В смысле «рамсить»? Я несколько раз сказал, что это не я стрелял, тебе этого было недостаточно, ты решил дальше докапывать? Всё, ладно. Мне неинтересно... Мне неинтересно! Мне неинтересно! Мне неинтересно, мне неинтересно, мне неинтересен этот разговор, возвращай. Ты думаешь, ты три раза скажешь мне неинтересно, а он от этого интересным станет? Подожди, я, ну, пиши жалобу, я жалобу, пиши, пусть разбирается. О чем жалобу-то писать? Потому что ты демолтишь сейчас просто так. Ну, а что ты от меня тогда хочешь? Ну, ты говоришь, что я считаю, что я тебя демолтил, все верно. А ты, видимо, считаешь, что я тебя демолтил? Да, это нарушение фридемолта. Ты при мне сейчас пытался меня обмануть. Почему я пытался тебя обмануть? Ну, ты историю рассказывал не так, как оно было на самом деле. Пока я тебя не поймал сам на том, что ты неверную инфу говоришь. Хорошо, говорю, сажай меня. Ну, а если ты считаешь, что ты пугав, сажай меня тогда, я не знаю. Или вызывай, и, ну, пусть разбирается. Я иду по улице, гражданский начинает до меня докапываться. Говорит, что я стрелял по нему. Спрашивает, типа, зачем? Я говорю, что я по тебе не стрелял, и, в принципе, его я не трогал. Я проходил мимо. Он же начинает диалог с того, что, типа, у тебя совсем с головой все плохо. Ну, за обычного гопника подходит на офицера и начинает быковать без особой на то причины. Вот, я у него спрашиваю, как он разговаривает с офицером, и почему он себе это позволяет. Он начинает просить у меня документы. Для меня это абсолютно какой-то левый человек, который просто так решил подурковать докопаться до меня, без особой, опять же, на то причины. Зачем мне ему какие-то документы показывать, кто он. В итоге я отказываюсь показывать ему документы по понятным причинам. Он берет меня, увольняет за некомпетентность. Хотя я его не ударил, ничего-то такого не сделал я. Я его не ставил лицом к нему, я просто думал, пусть от меня отъебется, грубо говоря, и пойдет по своим делам. Мне он, ну, типа, не интересен. Потом я его тэпаю сюда в админ-зону, и у него спрашиваю, в чем была некомпетентность. Я у него с боем выбил объяснение, потому что сначала он вообще не хотел мне ничего нормально объяснять. Говорит, ты либо сейчас подаешь ЖБ, и я там объясняю тут, и тебе объяснять ничего не собираюсь. Потом он все-таки объяснил, после того, как я его в этом объяснении уличил на попытке наебать админ, то, что это я якобы по его версии до него докопался, а не он до меня. Он сказал, ладно, хорошо, допустим, я до тебя докопался. Если нарушение касается тебя, то нельзя его разбирать. Ну, я сейчас ситуацию рассказываю. В итоге я у него с боем выбиваю нормальную, исходную суть этой ситуации. Он сначала пытался переиначить, мол, то я до него докопался, сам подошел к ней. Потом он все-таки признал, что это он был. Он приебался ко мне, и он сейчас говорит, типа, вот я тебя за некомпетентность задомолтил. Мол, ты мне документы не показал, а по законодательству ты должен показывать. По законодательству не пишется, что я якобы должен показывать каждому дебилу, который решил доебаться до мента на службе. Вот что ты, как администратор, думаешь по этому поводу? Ну, я думаю, у него фридемоут. Окей. Дубль, давай, я вернулся, у меня... Все, я ему объяснил суть ситуации. Вот администратора, как ты и хотел. Окей. Он сказал-то, что у тебя фридемоут. Окей. А меня выслушать администратор не хочет? А что ты еще хочешь сказать? Я перескал все то, что ты говорил. Ну, так я хочу... Я хочу... Я хочу... Ситуацию администратора... Так то, что ты перескалал, кто знает. Так, может, ты там вообще напридумывал? Да, не, мне не зачем врать. Меня мама учила не врать. Твой администратор вообще вышел с сервера. Что ты ему там рассказал? Да он просто охуел от твоего нарушения и решил выйти. Все нормально. Он подтвердил. Почекай логи чата. Ну, так ты хочешь сказать, что он сейчас выдаст наказание без меня? То есть он не позвал меня на демку и сейчас типа наказание какое-то мне... На какую демку тебя звать, если ты вылетел? Я тут при чем и он при чем? Ты вылетел. Я пока тебя не было объясняю ситуацию. Вот ты зашел. В этот момент он написал то, что у тебя фридемоут. Он это подтвердил. Чего ты еще хочешь? Ты тянешь тупо время вот этим. А там еще админ почему-то он вылетел вообще. Меня это в душе не волнует. Не нахуй просто, блядь, Коля. Я вроде бы не наврал на объяснение. Стоять, сука! Стой, ну не стоило, блядь. Не-не-не-не-не-не-не. Это никуда не годится. Давай выкинь оружие. Это убийство не фрекил. За него дают наказание не администраторы, а полиция. Она как раз таки задерживает преступника, который совершил убийство и сажает его в тюрьму. Тем более это криминальное действие в общественном месте при свидетелях. К тому же это требование сразу двоих сотрудников полиции, где уже начинает работать правило ФРРП. У одного из них есть оружие в руках, а второй может спокойно его достать. Вместо этого наш, так скажем, главный герой-долбоеб решает нарушить уже несколько правил, а именно криминал-обус, ФРРП и фрекил. Скинь, моя машина. Я очень рад. Это мое оружие, у меня есть лицензия. Окей, это да, лицом к дереву. Пипил, блин. Лежать, ну. Сука, ладно, он этого чела завалил, который у него машину угоняет. Привет. Да, слушай. У тебя нарушено правило ФРРП и фрекил. А, у меня правило ФРРП, а ты уверен, да? А ты мне считал 1, 2, 3, убрать оружие. Я тебе в лицо оружие не доставал. Правило внимательно открой, почитай, дружище. Тебе было сказано убрать оружие. Какая мне разница, дружище, у меня есть лицензия. И с оружием я стрелал с самого начала. И ты мне не считал 1, 2, 3. Хорошо. Телепортируй в старшую администрацию, и мы будем разбираться с разбой, так с админом. Телепортируй. Я буду объяснить ситуацию без проблем. Нет, мне не нужно объяснить ситуацию. Я не с тобой разговариваю. Я не с тобой разговариваю. Но ты со мной разборки ведешься. Я сейчас не с тобой разговариваю. То есть ты сейчас нарушаешь правила? Я разговариваю сейчас не с тобой. Коль, короче. Нарушение права 75 от лица администратора человека. Коль, я сейчас, смотри, наблюдаю за тем, что чел ломает машину чел-то. Чел берет, взламывает машину. Понятно, нет. Он защищает, естественно, свою машину, убивает его. Дубль, дубль, дубль. Так ты меня послушаешь. Я немножко поговорю, пойдем, пойдем поговорим. Я, если честно, не советую тебе этим заниматься, правда. Почему? Пока не играли за профессию администратора. Да ты меня можешь послушать, нет? Ты можешь послушать ситуацию? Я не советую тебя слушать. Я даже не участвую в разборке. Я спрашиваю совет, как у администратора, так же, как и я. Ты что, не можешь ему дать? На ваших экранах сразу два долбоеба. Один из них нарушитель, который не может нормально заткнуть свой рот на время проведения разборок и вести себя более-менее адекватно. Вместо этого он начинает, сука, перечислять и действовать под копирку, как и все остальные нарушители. Только ты их тэпаешь, они начинают тебя перечислять весь свод правил администрации и говорить, что ты их все, блядь, нарушил. У всех одни и те же абсолютно одинаковые аргументы. Только ты их тэпнул, они сразу тебе рассказывают, то, что ты уже в ближайшие пять секунд ты уже улетаешь с администраторки, прощайся, закрывай ЖБ, возвращай меня обратно в РП-зону, либо у тебя слетает администраторка. Причем, если они нарушили, они не могут признать свои нарушения и нормально выслушать то, в чем они не правы. Я готов каждому абсолютно спокойно, внятно объяснить, кто, где, что нарушил и, возможно, как можно было бы поступить нормально, чтобы избежать наказания. Но вместо этого они начинают горлопанить все как один о том, что ты нарушил все возможные правила администратора, и ты в ближайшие пять секунд улетаешь с админа. Второй же долбоеб, это администратор, как раз-таки тот самый Коля, который решил разжалить себя, когда я ему все-таки выдал это наказание за нарушение правила Фридемоута. Ладно бы он просто пришел и без звука стоял и смотрел, но нет, он начинает напрямую вот просто намеренно отвлекать и выводить меня на конфликт, рассказывать мне о том, то, что вот, смотри, я снял с себя джайл, который ты мне выдал, что ты теперь будешь делать? У них реально в этом моменте будто один мозг на двоих, что один долбоеб, что второй долбоеб конвейерный, который вообще ничем от первого не отличается. Это ты меня будешь... Ну, мы будем дальше разборки вести? Да, конечно, я тебе сейчас наказание выдам. Если честно, я не понимаю даже... А, наказание выдаешь, все, я тебя услышу. Не, ну, дубль, я тебе, правда, надо говорю. Я... Ну, ты же понял, да, что я себя просто вот сейчас разжалил? Ты, например, хочешь меня сейчас посадить за то, что я себя разжалил? Или жалобу мне напишешь? За что писать жалобу? Потому что ты дебил, который берет себя, разжаливает после нарушения? Зачем? Я дебил? Ну, ты дебил, я эпикспиду скину просто, и он поймет, что ты придурок. Ты донятный? Я расскажу сразу. Зачем ты сейчас со мной разговариваешь, я не понял. Ты зачем со мной тогда разговаривал? Ты сюда сам подошел, тебя никто не звал. Тебя не звал никто. Ты сюда сам подошел, начал мне что-то рассказывать. Я у тебя, как у администратора, спросил помощи, чтобы ты послушал ситуацию. На самом деле... Ты мне говоришь, что ты меня не будешь слушать. Нахуй ты ко мне подходишь. Я хочу тебе помочь. Чем ты мне хочешь помочь, если ты, сука, подходишь и берешь, меня отвлекаешь от разборки. Чем ты хочешь мне помочь? Смотри, я тебя... Я тебя хочу помочь с тем, что ты себе сейчас не копал себе яну. Ну, блин, ну, блин, лучше... Окей, стой, Коль, послушай меня, послушай, просто послушай. Ты говоришь, что ты мне хочешь помочь. Я сейчас беру чела, который нарушил правила и пытаюсь ему объяснить, в чем он не прав был. Ты сюда тэпаешься, начинаешь меня отвлекать, говорить то, что я там какой-то новенький админ и все в таком духе. Ты пытаешься мне помочь тем, что ты отвлекаешь меня от вот этой вот ситуации. Молодец, заебись, помощь. Когда я у тебя спрашиваю, вот послушай ты ситуацию, скажи, что тут нарушено? И нарушено ли вообще? Ты говоришь, я тебя не буду слушать. Потом ты мне берешь, начинаешь рассказывать о том, то, что... А ты в курсе то, что я тебя... Я себя достал из наказания, которое ты мне выдал. Что ты сейчас будешь делать? Чем ты мне, блядь, в данный момент помогаешь? Чем ты мне, блядь, помогаешь конкретно в этот момент? Вот этими своими высказываниями. Ты меня берешь, нахуй, отвлекаешь? Зачем? Ну, типа, тебя делать нехуй или что? Ну, как бы посмотри, раз ты модератор там, раз ты помогаешь игрокам и администрации, ты, возможно, должен был, не знаю, можешь жалобы разобрать. Вместо этого ты получил пизды за нарушение, взял себя, разжалил, пришел сюда мешать человеку, который тебя наказал. Молодец. Ебать, у тебя помощь, конечно. Кто из нас двоих себе усугубляет жизнь? Вот теперь тебе скажи. Ты себя как свин вел на разборке со мной, говорил несколько раз, типа, подряд там, неинтересно, неинтересно, неинтересно. Теперь ты пришел, тебе стало, видимо, что-то интересное. Ты начал мне мешать с человеком общаться. Че ты добиваешься этого? Ебать, он ливнул. Ооо. Блядь, он ливнул. Он долбоеб? Блядь, он долбоеб. Домбоеб. Субтитры сделал DimaTorzok